Вот входные отверстия, а личинки усачак, она первый год питается и заходит, древесина уходит. Зашел, вышел. Научный сотрудник Российской Академии Наук Никита Гибков показывает, к чему приводит знакомство взрослого дерева с большим пихтовым усачом. Личинка этого жука-вредителя, как переносчик грибковых спор, одна из основных причин гибели Вечно Зеленых. Наша задача инструментально, то есть заглажить пробные площади, фиксированной площади с необходимым количеством деревьев и провести оценку санитарного каждого дерева, есть вредители, нет вредителей, в каком состоянии находятся, то есть по категориям состояния здоровые, ослабленные и так далее. Впрочем, пихтовые усачи, ему подобные для тайги, не самое страшное. Человек – другое дело. Люди обнаружили в матурских лесосеках черных лесорубов. По словам местных жителей, под видом санитарных рубок в лесах шла незаконная добыча кедра. Делом уже занимаются правоохранительные органы. Под следствием экс-директор Таштеплеса Алексей Сипкин. Все-таки мы хотим, чтобы эта тайга, она осталась все-таки в первозданном своем виде. А если уж придется делать санитарные рубки, то подконтрольно, не так варварски, как сейчас это делается. Для этого шорцы обратились во Всемирный фонд защиты дикой природы. Общественники пошли навстречу и прислали независимых ученых. Задача экспертов – дать четкий ответ на вопросы, в каком состоянии находятся эти леса и требуется ли им вмешательство человека. Если данные окажутся верными, то можно будет доказать, что добыча древесины здесь велась без должных оснований. Санитарные рубки, если их осуществлять грамотно и с должным подходом, ничего не нарушая, они должны благое дело нести, если соблюдать все требования, которые предъявлены санитарной рубкой. При первичном осмотре на пробной площади из ста деревьев ученые обнаружили вредителей на пяти стволах. Но это не показатель. Специалисты подчеркивают, дать четкое определение санитарному состоянию тайги можно будет лишь после того, как экспедиция завершится. Им нужно обойти не одну лесосеку, провести соответствующие подсчеты. Выводы будут представлены во Всемирный фонд дикой природы не раньше, чем через две недели. Андрей Пахабов, Станислав Ковчина, РТС.